Для Брестского кинотеатра «Беларусь» милицейский москвич, який еще задолго до премьерного показа, начал притягивать увагу городжан. На уходе гоноровый каравол, а у фойе – экспонаты из музея Брестской милиции. Так у областных центра презентовали премьеру фильма «Следы на воде», присвеченный стагодзю беларусской милиции. «Старлей! Дорогой ты мой, заждался тебе! Как я рад! Как я рад! Как я рад, Павлуша! Приехал, Павлуша! Простите, я не Павлуша, я Смолич Вячеслав. Обмешурился, что ли? И что, бывает? Извини, лейтенант, опоздался!» Фильм рассказывает про братьбу беларусской милиции с бандитизмом, упершие послевоенные ходы. В основе сюжета – роман полковника милиции у отставцы Миколая Ильинского. Написаны по реальным факте, який Ильинский знайшел в архивах. Захопляльную историю изнял по пропонове Министерства культуры на киностудии «Беларусьфильм» режиссер Александр Анисимов. Причем, с дымки проходили у вельми короткий термин – 4 с половой месяцы. Режиссер каже, что это чисто национальный продукт, бы над створением фильма працавала выключена беларусская команда. «Я не мог себе позволить ни одного съемочного дня там пропуска. У меня уже ограничивал уход натуры, уходила натуры. Я понимал, шинели уже не будут шиться, поэтому надо было мундиры, и это все снять вот до середины, до конца октября практически. Потому что в ноябре уже начались морозы. И то мы немножко не поспели, нас опередили морозы, и мы уже некоторые сцены, очень такие серьезные, глубокие сцены, и очень тяжелые сцены снимали уже при минус трех. Артисты барахтались в ледянющей холодной воде. Я почти падал в обморок, когда видел, каково было их состояние». Актер Петр Юрченко унишкодоя правопробований, про з'яке я вымушен был пройти, признался. Его вельми тешит, что фильм порауновывают с ликвидацией и новотклассикой место сустречу «зменить нельга». Значит, усе отрымалося. «Кто не мечтает сняться в таком экши, поездить в мотоцикле, заодно где-то за кадриком на конях покататься, пострелять. Нет, конечно, это очень увлекательный материал. И мне кажется, что это получилось». «Этот фильм, он еще раз подчеркивает то, что в милиции случайных людей не бывает. Когда сотрудник выходит на службу, он не знает, чем закончится. Его день, потому что каждую секунду он должен оказать помощь людям, прийти на помощь и защитить тех людей, которые вызывают милицию. И, к сожалению, в наших рядах сотрудников милиции Брещины 152 милиционера, которые не вернулись со служебного задания». «Мужчины в погонах отзначили – это дорогий подарунок до 100 годзи белорусской милиции, якой окраина отзначить уже четвертых из Соковика. Татьяна Болтуть, Александр Воронин, Телерадо и компания «Брест».